Еще одна добрая рождественская традиция, которой вот уже 15 лет. В первые дни Нового года Минск становится центром хоккейного праздника. Пятый день. Мы следим за горячими ледовыми баталиями 12 дружин. И сегодня кульминация рождественского турнира любителей хоккея. В финале сразились команда президента Беларуси и сборная на России. Соперники друг к другу хорошо знакомы. Борьбу за кубик вели не раз. Победу сегодня одержали хозяева турнира. И на счету она уже 12-я. На Чижовской арене находится наш корреспондент Игорь Тур. Он следил за матчем и расскажет, как это было. Игорь, добрый вечер. Я не спрашиваю, за кого вы болели. Расскажите о впечатлениях. Студия, добрый вечер. Что ж, поздравляю всех с Рождеством. А любителей спорта поздравляю с тем, что завершился рождественский турнир по хоккею в Чижовской арене. Поздравляю не в смысле того, что наконец-то закончилось. Наоборот, это было очень хорошее событие для всех нас. Я думаю, что радости сборная, которая представляет команду президента, принесла больше даже эмоций позитивных, чем Минская Динамо. Прямо сейчас мы продолжаем находиться в Чижовской арене. Здесь проходит церемония закрытия всего турнира. Прямо сейчас награждают лучших игроков золотой шайбы. Этот турнир проходил параллельно с рождественским турниром. Победу в нем одержала команда Грифона. Что-то касается сегодняшнего финала, в котором, напомню, встречались команда президента Белоруссии и сборная России, то ура, мы 12-кратные победители рождественского турнира. Итоговый счет 8-5. Итак, как развивалась игра? Уже на первой минуте мы забросили две быстрые шайбы. И вообще, шайб красивых в финале было достаточно. Я вот, наверное, даже прервусь и попрошу режиссеров показать самые красивые шайбы этого финала. Их будет несколько. И давайте прервемся. В втором периоде Глебов, Лукашенко. Бросок, гол. Седьмая шайба. Алексей Глебов, Андрей Глебов аттестировал Александру Лукашенко за 53 секунды до конца периода номер 2. Активно действовали против нападающих белорусской команды. Еще одна передача. Лукашенко на бросок и добивание Андрея Снашевича от 3-0. Опасно. Бросок в дальний угол Антоненко. Еще один момент. И шестая шайба. На этот раз Антоненко и Цеплаков. Итак, это были самые красивые шайбы финальной игры, на наш взгляд. Я думаю, что вы уже обратили внимание, что автором шайб становился наш президент Александр Лукашенко. Поэтому с пылу, с жару я все-таки продолжу рассказывать, как проходила финальная игра. Итак, в первом периоде счет 3-0 установил именно президент нашей страны. Команды ушли на первый перерыв. Во втором периоде Россия сократила отставание. Счет был 4-2. Но по итогу, опять же, в концовке периода две шайбы забросила наша команда. И как раз таки счет итоговый 2-3. И также закрыл Александр Лукашенко на его счету. Шайба кистевым броском прямо в угол ворот. Вот третий период снова открывает счет сборная России. Но затем Беларусь уверенно продолжает игру. Доводит счет до 8-5. И одерживает уверенную победу. Кстати, у хоккеистов нашей команды мы спрашивали, каким должен быть счет, чтобы они были удовлетворены. Нужна ли им крупная победа. Они говорили, что главное вообще победить и получить удовольствие от того, как им вручают кубок. И вот, раз уж мы немного пропустили вручение кубка победителям турнира, опять же, попрошу наших режиссеров показать этот момент в эфире, как вручали награду сборной Беларуси. Чубоченко помогает Гоголеву. Передача бросок гол. Красивая комбинация россиян. И сейчас становится 8-5. Итоговый результат финального матча 15-го рождественского международного турнира в бюджете хоккея на пресс президента Беларуси. Итак, коллеги, что хочется сказать в конце. Наверняка вы заметили, что я сегодня в свитере сборной Беларуси. Это неспроста. Наша команда подарила нам действительно яркую игру на протяжении всего турнира. И сегодня во время финала, уж поверьте человеку, который целиком и полностью провел в Чижовской арене, это был классный турнир. В следующем году, кстати, поговаривают, что может быть будут участвовать команды из-за океана, Канады и США. Будем ждать 16-го рождественского турнира. И скажем спасибо нашей команде за победу, болельщикам за игру. И скажем спасибо Вадиму Пекарскому, голкиперу, команде президента на рождественском турнире. За то, что сегодня мы в его Джерси. Может быть, поэтому он, увы, не вышел на площадку. Но, во всяком случае, для нас он лучший вратарь этого финала. Не пропустил уж точно ни одной шайбы со скамейки запасных. И, кстати, лучший игрок финала Игорь Брекун, голкипер. Что очень хорошо говорит о характере финального матча Беларусь-Россия. Студия. Спасибо, Игорь, и вам. Ну что ж, счет 8-5 в пользу команды президента Беларуси. Действительно красивая игра.